Тело, которое ответственность за тунгусское явление несет, скорее всего, было ледяным. Маленькая комета. И она где-то на высоте, ну сейчас точно сказать трудно, от 5 до 7 километров, не долетая поверхности Земли, уже в облако пара превратилась. Оно расширилось, и это было эквивалентно мощному взрыву. Тайга полегла на площади в 2000 квадратных километров. Это площадь большой Москвы современной. Хорошо, что это было над тайгой. А вещества не осталось. Может быть, там какие-то кусочки льда упали. Долго ли они пролежат на поверхности Земли? Полгода и нет этих ледяных камушков. А приехали туда, первая экспедиция была. Значит, тунгусский метеорит в 1908 упал. Не упал. Значит, взорвался. А первая экспедиция в районе 30-го года. Больше 20 лет прошло. Что там могло от ледяных осколков? Ничего, все впиталось в болото.